Федик, я не Федик, ребят. Ярослав Верба. Раз мы за него уже заговорили, самый щепительный вопрос участвовал ли в голых фотосессиях? Небольшие сложности с организмом после первого курса, скажем так. А как они могли возникнуть, если тебя готовил Верба? Вот поэтому Настей нет дома. Какой доход приносит тебе Генофарм? Я быстренько! Давай затронем эту тему, потому что эта тема... Ты вообще это увидят твои родители. О чем был вопрос? Повлияло ли это на расстановку мест, то, что ты находился под крылом Вербы? Химло, все качки тупые. Друзья, всем привет! Сегодня я в гостях у Сергея Данильца. Мне кажется, это самый титулованный и самый известный спортсмен в категории Мэнс Физик. И сегодня будем бомбить его. Привет! Так, ну хорошо, приступим сразу к делу. Сережа, какое у тебя образование и откуда ты? Сам я родом из Харькова и живу, собственно, здесь. Образование у меня, два высших образования, это программист, ну, техническое, и экономист. То есть, они со спортом полностью не связаны. Хорошо, а если ты программист, почему не пошел в программиста? Потому что сейчас это востребовано. Я даже когда поступал в университет, ну, до этого я там заканчивал курсы, именно программы делать, создавал личные свои программы, писал и защищал, понимаете, в школе там всякие проекты, делал много всего. Но конкретно, когда вот уже стал вопрос, поступать, какое у меня было? Ихире, как бы, ну, один из самых, хнуре сейчас, один из самых значимых университетов в Украине и в политех. В итоге я выбрал политех, потому что там была гимнастика, спортивный комплекс. То есть, и все, ну, как бы, и от этого отталкиваюсь, уже тогда были какие-то вот посылы к тому, что спортсмены таки мне ближе. Именно поэтому я пошел туда, и как-то оно, было просто неинтересно мне засидеть за компом все время. Ну, а сейчас не жалеешь, что выбрал эту стезию, а не стезию программирования? Ничуть. Мне даже там, когда говорят, вот программисты, вот столько-то добиваются, вот тут построил дом, тут построил, купил яхту. Ну, я занимаюсь любимым делом. Дело не так в деньгах, хотя я не скажу, что я как бы мало зарабатываю, по факту. Ну, я это ни в коем случае не хвастаюсь, просто как бы нормально, живем нормально. Дело реально в том, чтобы жить в свое удовольствие, заниматься любимым делом, и хватало, то есть, ничто никак там тебя не ужимало. Вот и все, это самое важное. То есть, постоянно испытывать счастье. А если заниматься нелюбимым делом, то есть, ходить на работу, сколько бы она денег тебе не приносила, то есть, там, 5-10 тысяч, ну, все равно. Ну, в долларах, конечно, говорю. То есть, но ты работу-то любить не будешь, тебе будет через пару лет уже, ну, вот тут дырку просверлят, и так будет не сильно хорошо, и начнется уже, сходить с ума будешь потихоньку, короче говоря. Ты занимался, поступил в политех, я так понимаю, занимался гимнастикой, попал в группу стрит-воркаута Барстайлер. Нет, я попал еще туда еще раньше. Еще раньше. Ну, хорошо. Ты пробовал там сколько? Так по времени не скажу, помню, что вот с 10-го класса в школе я начал заниматься воркаутом целенаправленно, и тогда я попал именно в группу Барстайлер, когда она только начинала зарождаться, и когда зарождался спорт-воркаут на Украине, тогда я начал этим заниматься всем, и как-то у нас все понеслось, там команды, все-все-все, так, ну, именно, вообще, и развитие пошло по Харькову, по Украине в целом, этого спорта, там, помню, фестивали, один из самых крупных фестивалей, первых по воркауту делался у нас в Днепропетровске, мы там выступали с ребятами, было очень круто, движение тоже такое. А вот, помню, это был, по-моему, лет 17-18, это 11-й класс, мне с 11-го класса как раз лето, я решил, типа, чуть подкачаюсь, пойду в зал, чтобы просто быть сильнее в воркауте, то есть, было легче делать элементы, там, ну, и красивее, как бы быть, мне там, так думал, типа, что за джиза, все-таки дает свое, и в итоге, в итоге я с зала так и не ушел, я туда пошел в середине лета, как-то начал изучать материалы различные, тренироваться, и как-то, оно так понеслось, понеслось, хотя думал до этого, что воркауты, это мое, и полностью, там, что мы только не делали, ты сам знаешь, то есть, все, и соревнования, и там выступали на разных мероприятиях, все-все-все, но в конечном итоге, как-то так понеслось, что я просто от всех отошел, и почувствовал, что это мое, и вот так вот пошло все. За все это время, пока ты занимаешься бодибилдингом, сожалел ли ты о том, что ты ушел с воркаута, потому что движение воркаут сейчас, как бы, набирает обороты, оно является весьма-таки популярным. Все, его ни в коем случае нельзя жалеть, то есть, если мы так поступаем, особенно, если это наше решение взвешенное, то есть, которое по воле сердца мы сделали, то жалеть не о чем, это всегда, даже если там, допустим, сейчас ты видишь, что как-то, наверное, неправильно я поступил, в конечном итоге, жизнь придет к тому, что выбор был правильный. Просто идешь, делаешь, и получаешь удовольствие, и счастье в данный момент, вот это самое главное. И внизу сделаем подпись Сергей Данилец. Сейчас следишь за воркаутом? Иногда, в инстаграме на ребят, с которыми раньше были мы в команде, подписан, иногда захожу, смотрю, какие-то новые мероприятия. А тебя не приглашают? Приглашали пару раз, судить соревнования какие-то, бывало, это очень редко, на самом деле, потому что я действительно отошел от этого всего, и мне в своем летном жизни я тоже нахожу редко возможность кого-то выйти. А сейчас сделаешь что-то из того, что ты мог? Тому хоть сейчас попробовать. Мы это вставкой сделаем. Твое первое выступление, это был чемпионат Харикова, самое-самое первое. Ты в тот момент, когда ты выходил уже в самый первый раз, был на курсе или еще нет? В общем-то, с того момента, когда я пошел в зал, я еще тогда верил, что я долго отвечу, так поинтереснее. Я тогда еще думал, что спортивное питание это как бы химулов, все качки тупые. Я вот позанимался в зале, у меня все поменялось. И меня все друзья начали говорить, типа, что ты говорил, сейчас ты имеешь... Я такой думаю, может, когда-то буду использовать спортивное питание, когда-то буду. А фармакология, это для меня все, вот такой коррес всегда. Вот такое. Ни в коем случае не прикасаемо что-то, никогда ни за что. В конечном итоге, я все больше и больше об этом спорте узнаю, про многих ребят смотрю, и больше заграничных. Для меня были самыми культовыми, такими, это Ричпиано, Сарсово Небесное. Нет такой девушки на планете, которая при взгляде на тебя скажет, о боже, у тебя просто удивительное тело. Ты просто как статуя какая-то. Не будет такого. Ты выглядишь как кусок дерьма. Если у тебя талия больше ста сантиметров, ты не бодибилдер. И мне наплевать, что другие говорят. По моим раскладам, ты не бодибилдер. Вот он говорил реально всю правду про этот спорт. И он был одним из самых таких людей, которые мотивировали больше всего-все всего, действительно, все его видео, все его речи. И в конечном итоге, я понимал, что как-то когда-то к этому все придет. Так как соревнования это немножко другой уровень. Да, я там натурально полностью добился тоже нормального спортивного телосложения, хорошего, функционального. Но я понимал, что этого для соревнований будет мало. Ну и в конечном итоге, понятное дело, то есть я пока занимался сам, я изучил много в тренировках, в питании, множество всего. Испробовал на своем теле, много всего. Даже у меня был такой момент, период, что я поставил себе точку, типа я ходил соревнования сам для себя. И это было месяца три у меня срок. Я занимался два раза в день, силовые, два раза в день кардио. То есть именно и все знания себе применил, то да, и мне получилось достаточно хорошую форму. Я видел, какой я был бы на соревнованиях. Но я был вот такой. Сухой мне в пропорции, но вот такой. И потом, через какое-то время, когда я решил уже выступать на соревнованиях, что, понятное дело, что нужно делать, тогда я обратился к Ярославу Вербе, потому что все я знал, кроме вот этого. Ярослав Верба, раз мы за него уже заговорили, кстати, видео с Вербой тоже есть, переходим по ссылке, смотрим. Ярослав Верба, как ты считаешь, твоя дружба с ним, твое с ним знакомство повлияло ли положительно на твои соревнования? Однозначно. Ну, я не знаю, без него бы ничего не было. То есть, я не знаю, как бы в жизни, ну, вообще задумывался о том, что если было бы иначе, как бы пошло там все дальше. Ну, нет смысла, но я знаю, что вклад безграничный. То есть, много усилий и знаний он мне в меня положил, как бы заложил, что стало фундаментом для этого всего и оттолкнуло меня, как бы, помогло мне в своей карьере. Как ты считаешь, вот в IFBB ты изначально выходил в IFBB в Харьков и выходил под руководством вербы, как я понимаю. Повлияло ли это на расстановку мест, то, что ты находился под крылом вербы? Честно, даже об этом не думал вообще. И я не знал, насколько там Ярик популярен, честно. Я об этом не задумывался. Я об этой кухне бодибилдеров, когда готовился, я никого не знал. То есть, у нас там ребята какие-то там крутые по залу ходили, там, помню, Диего там что-то позировал, в зале потренировался, пошел позировать. Думаю, кто это такой? Я смотрю, но я никого не знал, вообще никого. И было неинтересно. Я просто был зациклен, типа, вот делаю, тренируюсь, все на себе, там, все вот так вот. И поэтому я даже, ну, мне кажется, если сейчас даже задумываться об этом, я думаю, нет. Потому что все-таки на сцене стали ребята тоже, которых там знали. Как ты считаешь, чего не хватает нынешним физикам для побед? Все ребята сильно гонятся за набором мышечной массы. Мало кто думает о пропорциях, то есть там, чтобы была узкая талия, работа с талией, работа с прессом, все гонятся за больше и больше объем. Сейчас даже начали немножко наказывать, там, ну, не знаю, точно не скажу, какой-то сезон уже был, но, по-моему, еще та осень, когда я выступал в этом сезоне, там ребята на Украине, которые физиках ходили, чуть-чуть больше уже, они хорошие, все, там качество, мясо, такие, да, жесткие ребята, но их не пускали в финал, просто они были реально крупнее, чем другие, там, мелкие парни пропорционально, они выигрывали, потому что в этом, типа, смысл мэнс физик. Ну, хотя, к факту, я смотрю, допустим, я всегда равнялся на профи, на про-атлетов, там, Джереми Буанди, к примеру, топ олимпии, да, то есть, они все месистые, там просто, как, ну, как наши ББ, там, грубо говоря, я так утрирую, конечно, но, и на них равнялся, то есть, я думал, мясом много быть не может, но, опять же, это любители, мне потом уже объяснили, это вот как раз притягивая выступление, наверное, равно люди мои первые, то и осенью, когда я никуда не попал, как бы форма была, но я никуда не попал, чисто потому, что я был больше, чем все остальные, а это любители, то есть, тебе столько мяса в любителях не нужно, но ребята, как бы, на это внимание не обращают, и при всем при этом, еще, когда мясо растет очень быстро, ты за пропорциями не успеваешь следить, тоже такой момент, и вот это вот, и за позированием тоже, кстати, вот даже второй момент, первый, это возьмем много мяса, без пропорции, второе, это позирование, с позированием ребята работают мало, вот это вот реальная ошибка, потому что многие это недооценивают. Что ты делаешь для узкой талии? Скажем так, прошлые соревнования, я почти ничего для этого не делал, единственное, что там, предскачал там на сушке, пару раз в неделю, это такое, последний сезон, я делал вакуум, но не прям супер активно, а сейчас, я начал делать вакуум, два раза в день, причем, очень так, концентрируясь, и одевать в фитнес-корсет, то есть, я никогда не верил в эти пояса, которые обтягивают талию, типа, они уделывают талию уже, там все говорили, я думал, ну, это бред, потому что, и многие спортсмены говорят, что это бред, типа, это же генетика, все дела, а я сейчас подумал, зачем слушать, ну, всех, когда можно просто, ну, кого-то слушать, потому что, все-таки, мне не разнится, попробую сам, я сейчас только начал это делать, то есть, по факту, я вот начал заниматься, прошло 3 недели, за эти 2 недели, я уже занимался с корсетом, и я уже вижу какой-то вот сдвиг, вроде жирный-жирный, а талия становится уже, обычно талия только на сушке уже становится, а тут такие дела, ну, в общем, реально это помогает, то есть, потому что еще, как бы, можно посмотреть в далекие-далекие времена, там, бородатые, когда девчонки, девушки, девчонки, девушки, тогда это, нет, тогда были леди, одевали корсеты, которые затягивали, делали талию себе супер узкое, там же повернутся на этом были, вот, и как бы, это уже пример, то есть, когда шеи вытягивают, все тело всегда пытается адаптироваться, привыкать к чему-то, и, исходя из этой логики, просто даже, не задумываясь там о каких-то там, научных познаниях, вот, просто пример, вот мы его берем, и пытаемся на себя использовать, и главное, вот в это, об этом думать, что это помогает, это еще будет лучше помогать. Но, опять же, вот эти вот фитнес-корсеты, чисто, если посмотреть анатомически, либо как-то еще, они реально не делают талии и лужи, они тебя учат дышать через грудной отдел во время тренировок, то есть, нет внутри брюшного давления. Ты не пробовал просто дышать через грудной отдел? Пробовал. Просто дело в том, что фитнес-корсеты и пояса, хотя пояс это чуть другая тема, не то ощущение, фитнес-корсеты, ну, сами по себе, то есть, не заставляют, они же придавливают органы, и органы под верх уходят, то есть, под рудную клетку, то есть, это, конечно, может быть, прозвучать, типа, как бы, для кого-то, может, тушариться глубже в биологии, типа, вообще абсурд какой-то, как такое может быть, что, типа, строение органов, типа, органы смещаются, ну, реально на практике, вот я смотрю, так и есть, то есть, на практике не только своей, а в целом. там ничего опасного нет, как бы, да, почему элементарно нет допинга на соревнованиях, ой, проверки на допинг на соревнованиях, чисто твое мнение. Сначала вопрос о том, почему спортсмены говорят, что они не использовали. Заметь, я тоже не сказал, что я использовал фармакологию, то есть, я такого не сказал. У тебя просто спонсор другой. Я как бы в кухне, там, где чемпионат мира не варился, хотя там говорят, что есть проверка, там проверяют, все-все-все. Ну, если бы проверяли, я не знаю. Честно, я, короче, я даже ничего не скажу по этому мнению, потому что я свое мнение скажу, потому что я не знаю, что там, как происходит. Может, денег дают, может, еще что-то. Я не хочу сейчас вот это, не знаю, а вот, почему это не делается на соревнованиях, там, типа, в Олимпе, или всего такого, потому что все все понимают, что-то спорт без фармакологии не спорт. То есть, есть же соревнования, там, где-то какие-то полностью натурального бодибилдинга, есть такие, просто о них мало кто знает. Ну, понятное дело, почему там просто ребята выходят, мягко говоря, не того уровня. И именно поэтому, если еще строить допинг-контроллер, то спорт будет, вообще, перестанет быть зрелищным. Как мне сказал Ярослав Верба, когда я только, тогда, если я познакомился, в рейд допинг, есть даже в шахматах. Как родители, отец, мать, относятся к твоему занятию. За жену говори. Пока отец и мать, к жене мы подберемся. Ну, вообще, как бы, когда я только решил выступить, первый раз, я тоже с родителями, полностью от них зависел. Ну, родители я никогда, как бы, не обманывал, там, с исключением, когда школу прогуливал. А мне ко второй. Тут другой разговор. Мне нужно было сказать всю правду. Как бы, родители так понимают, что к чему идет, как бы, что это не просто на грудку есть. Это был очень сложный разговор, вообще, период сложный, принятие этого. И, как бы, они меня поддерживают, в любом случае, потому что это мои родители. хорошо, а вот сейчас, спустя уже. Они поддерживают, я вот говорю, и тогда, и сейчас, оно все одинаково, на самом деле. То есть, они поддерживают меня, и тогда поддерживали, как бы. Не, ну, просто смотри, когда ты там приходишь и говоришь, я хочу выступать, вот, возможно, как бы, да, сына, выступай, ну, как-то это, знаешь, типа, пройдет. А когда ты там занял на чемпионате, там, выиграл, там, две тысячи долларов, там, полторы тысячи долларов, около того, что-то, когда ты начинал. Столько еще не выиграл, не знаю. В холостую выступает. Ну, когда это приносит какой-то доход непосредственно. Я чуть перемудрил, не так сказал. Тогда родители, в принципе, даже меня не сильно поддерживали с первого времени. Они просто согласились, типа, ты вообще, это увидят твои родители. Первым делом, наверное, видят это. В общем, они просто согласились и приняли это. То есть, им тяжело было принять, я их понимаю, потому что это, мне даже мама говорила, что хотела, чтобы занимался любым спортом, любым вообще абсолютно, хоть, блин, бильярд катать шары, но только не бодибилдингом, только не этим спортом. И как-то, бука так и случилась, и все. Ну, то есть, все, что мы боимся, то с нами и происходит. В общем, и получилось так, что, как бы, сейчас тоже сильно так смотрят на мой спорт, что, вред здоровью, просто говоря, вред здоровью. Меня даже там мама пыталась говорить, там, Настя, переубеди, скажи, что под ней выступал, больше не надо, там, короче. Ну, меня даже Настя понимает, типа, ну, что я ему скажу, типа, это же мой выбор, не стоит мне не отговориться, как я могу отказаться от того, что я люблю. То есть, и родным просто, мне остается выбор, как просто это принять и поддержать меня. Там, пускай там не разделяют моих взглядов, но они меня поддерживают, в любом случае, как бы это ни было, и за что, на самом деле, ну, значит, банально сказать, просто признателен, но ты не передай словами, только как я им благодарен в этом всем, на самом деле, потому что поддержка в этом спорте, это самое-самое важное. Прирекламируем двоих спонсоров. Давай затронем эту тему, потому что эта тема, я когда составлял вопрос, она была интересна для меня, я думаю, не менее интересна для твоих подписчиков и, в принципе, для клиентов. Твой спонсор Генофарма, это Гормон Роста. Всем интересно, во всяком случае, твоим подписчикам и люди, которые с тобой общаются, как это все происходит, как вы, как они вышли на тебя, либо ты на них вышел, какие условия договора, то есть, что ты должен делать, для того, чтобы они тебе высылали, к примеру, одну единицу в какой-то промежуток времени? В общем, много компаний, которые реально атлетам пытаются там запачку протеина, чтобы они рекламировали их, все-все-все делали. Техи продолжений была масса постоянно, вот до того момента. И, ну, понятное дело, это абсурд, то есть, ребята поддаются просто ни за что, причем еще за протеин сомнительного качества. Сейчас же я, вот, по поводу Генофарма, как я вышел на этого человека, я тогда у Ярика, он фигурирует тупо везде у меня, я тогда спросил у него, где, какой Гармонорфст ты посоветуешь? Он мне дал контакт с этого человека, типа, что тут он, можешь спросить. Я тогда спросил, как-то разговаривались, и он сказал, что, возможно, там будет набирать какую-то команду в дальнейшем. В итоге потом как-то связались, и я к нему заехал, просто пообщаться, мы поняли, что друг друга раньше видели на разных турнирах, и я рассказал ему просто свои планы, что я как планирую, возможно, может с этого получится. Он говорит, ну да, получится, давай попробуем, то есть я буду тебе там, все, что тебе нужно, я тебе даю. Ты там рекламируешь, делаешь все от себя. Я там, то есть он как бы сказал, что делай, что хочешь на самом деле. В общем, да, то есть я сделал от себя все, что я мог делать, это там какие-то продажи, рекламу, там я видео пытался снять, там нужно сделать какой-то ролик небольшой, там ну все, все в таком духе, пытался везде рекламировать, оговорил за это, и в целом у меня много планов постоянно возникает по поводу развития именно продвижения этого продукта. И я ему все это всегда говорю, рассказываю, стараюсь делать, он это видит, и в конечном итоге после того сезона мы продолжили сотрудничество, потому что оправдал, то есть какие-то ожидания и перспективу видят. Какой доход приносит тебе генофарм? Ну, на самом деле я немного навариваю. Ну, хорошо, а в чем твоя выгода тогда сотрудничество? Понимаешь, я не трачусь на это. Это ж не... То есть они тебя спонсируют? Они меня спонсируют. Нет, процент какой-то я имею от продаж, но это, ну, это ничто, то есть это минимум, потому что людям, как бы, и так это продукт недорогой, если, недорогой, недешевый, а если я еще буду наваривать, что-то, ну, тоже такое, как бы, зачем? Мне просто выгодно, реально, просто это рекламировать, продвигать, и мне спонсируют меня этим, я могу спокойно, спокойно, не думая о том, что мне там где-то нужно достать на это все, денег или ресурсов каких-то, я спокойно готовлю, занимаюсь своим делом, то, что мне нужно, то есть у меня уже меньше, немножко головной боли, вот и все. Вернемся к тему овербир, дружите ли вы с ним вне зала? Да, да, однозначно да, вот только в последнее время настолько ритм жизни поменялся, что мы видимся крайне редко, он в зале появляется редко, я тоже редко, потому что, как бы, работа становится сейчас, на дом переходит, раньше там мы в зала не выходили, много клиента, много работы, сейчас вот это все переносится больше в компьютер, как бы, поэтому мы видим себя редко, плюс ко всему, ну, у меня семья, у него семья, тоже, и я в целом, даже у меня там друзья, которые у меня есть с детства, я с ними тоже очень редко вижусь, вот в свободном времени реально очень мало сейчас появляется, редко когда, и за счет работы, за счет таких тренировок, ну, в общем, просто эта жизнь связана с этим всем, с этим движением, и ты вот так, вот так все время, когда у тебя вроде свободное время появляется какое-то, ты начинаешь думать, и находишь, чем его занять, чем-то полезным для своего развития, а подумать о том, чтобы отдохнуть, сходить, ну, да, нужно искать какой-то баланс, стараемся, там, вот праздники были, слава богу, чуть хоть отдохнули от этого всего, но в целом, если остановиться, такое чувство, что ты просто начнешь сдуваться, и про те все забудут. Если честно, сейчас такое впечатление складывается, что ты отвечаешь на мой вопрос, в голове задаешь себе следующий вопрос, и на него же продолжаешь отвечать, вот почему-то мне кажется, что это так и происходит. Супруга твоя, она тебя поддерживает в предстоящих турнирах, помогает тебе, часто ли вы ссоритесь на почве твоих подготовок? Просто сложно, мне тогда лучше бы она ответила, не люблю об этом говорить. Не, ну, конечно, я вообще невыносимый сам по себе, просто не на сушке. Все думают, что я очень добрый, короче, я добрый такой, веселый, все классно так, располагаю ли гей там, ну, и так далее, ну, это да. Вот поэтому Настей нет дома. В общем-то, так и есть, да, на самом деле, но есть обратная сторона, я реально, у меня тяжелый характер, причем настолько тяжелый, что, ну, да, не передают уже словами, и поэтому... Часто извиняешься. Упустим это, я, я, что я этого не слышал. На сушке, понятное дело, все это в сто раз увеличивается, приближается. То есть, ну... То есть, этому и есть место, да? Да, да. Сурово находиться на одной площади в помещении ничего нельзя, нужно какого-то туда или сюда уходить, потому что я реально не... Ну, многие отлеты, вот, с которыми я снимал видео, говорят о том, что тяжело первое время, а потом ты адаптируешься. У тебя сейчас нет такой адаптации, ну, то есть, к сушке, я имею в виду, ты проще не переносишь ее, потому что ты уже, в принципе, ожидаешь, что... вот эта сушка, которая у меня... на ту осень готовилась от Краснасти первый раз, тогда было очень тяжело. И она тоже выступает? Она... ну, вместе уже жили. А, ага. А сейчас тоже, вот этот сезон тоже готовился, что она, опять же, была рядом, и сейчас было проще, да, чуть-чуть было легче, потому что как-то... в целом, сушка мне прошла через меня легче, потому что мне даже в зале говорили, что тогда я как в зомби ходил, а в этот раз я наживчиком таким был. Ну, наверное, так оно и есть, и поэтому... ну, думаю, организм это так просто воспринял уже легче, причем это какая сушка третья, ну... Настя, насколько мне известно, по Инстаграму сужу, она раньше выступала. Да или нет? Да. А если... если вдруг что-то произойдет, я как бы знаю, что она категорично против, но что-то произойдет такое, что она захочет выйти на сцену, что ты будешь делать? Ты будешь ее поддерживать, помогать, готовить, либо будешь ее пытаться отговорить, потому что ты сам выступаешь еще параллельно. Даже в параллельной вселенной не пройдет ничего такого, чтобы она выступала, я так тебе скажу. То есть, ну, я на самом деле категорически против этого. Во-первых, она сама, я понимаю, что как бы у нас в семье очень много этого спорта, прям очень много из-за меня, и еще ей готовиться, это просто трындец. И плюс ко всему, я такой, можно называть меня как-то, может, старом, модным, но мне, например, не нравится, если она будет ходить в бикини на подиуме перед семьей. Вот и все. Вот эти два фактора, они, наверное, ключевые. Твоя супруга, Настя, ревнует ли тебя к твоим клиенткам? Да нет, ты шо? Не ревнует. Не ревнует. Самый щепительный вопрос. Персональный тренинг, онлайн-ведение, вебинары и все прочее, я как бы видел, что ты там проводил и марафоны, и другие вещи, плюс генофарм, спонсорство. Доход в месяц, сколько это все составляет? Ну, опять же, заработок все время варьируется. Войвочек отвечал на этот вопрос? Да. Ну, вот примерно то же самое. Скажи. Я я я суеверный, поэтому я жить не буду. Посмотрите видео с Войвочеком. Какой твой заработок? Плюс-минус на данный момент. В среднем, ну, две тысячи долларов. Как он заработал свой первый миллион? Никому не говорил, сколько он зарабатывает. Из-за использования фармакологии и гормона роста возникали ли проблемы со здоровьем? На первых соревнованиях, когда я первый разготовился, да, ну, незначительные, ну, что об этом рассказывать, то есть, свои определенные гормональные моменты были. Ну, их, это было не после соревнований, это было во время соревнований, но их благополучно получилось решить, поэтому, ну, это именно из-за незнания, то есть, особо-то, да, вот такое. Потом все, ну, все в порядке, все нормально, то есть, никаких проблем по факту не было. да, есть там такие моменты побочные, как там, повышенное давление, сердцебиение. У меня, например, ну, у меня, например, проблемы с сердцем с детства, то есть, ну, это врожденное, и это на мне сказывается. Мне, например, тяжело, там, ну, еще переносить, там, лишний вес, лишнюю воду в организме, это сложно, но это, на самом деле, решаемо, просто добавил кардио чуть-чуть, на массонаборе, многие думают, что там, это страшно, но это реально помогает, к примеру, ну, сердцу легче, то есть, вот, а в целом, вот так-то, ну, проблем никаких не было. Ты мне вначале сказал о том, что, ну, вот сейчас была фраза, возникли небольшие сложности с организмом, после первого, после первого курса, скажем так, вот, а как они могли возникнуть, если тебя готовил верба? У всех организм разный, и мы с ним столкнулись, мы это преодолели, вот, просто не каждый, не все тренера знают все, то есть, даже самые великие, там, могут что-то не знать, и, исходя из этого, я думаю, просто проблема возникла, мы пытались ее побороть, ну, мы, слава богу, она не вылезла дальше, и, поэтому, все хорошо. Расскажи подписчикам и зрителям, что нужно делать, для того, чтобы у тебя появились спонсоры. Самое главное, это медийность, то есть, спонсорам нужно понимать, что ты можешь им дать, просто там, показывать, что ты пьешь их протеин, на 100 человек, которые на тебя подписаны, ну, это мало, им это не сильно интересно, как бы, ты должен быть, чем больше ты светишься на разных мероприятиях, чем больше ты выступаешь, к примеру, каждый по-своему зарабатывает, в себе имя, популярность, но факт остается фактом, нужно, чтобы за тобой следили, и чтобы ты мог быть лицом этого, чего ты там рекламируешь, да, ну, бренда, компании, то есть, кто-то, может быть, даже не супер накаченный, но он там, медийный, интересный, рассказывает, кто-то именно здоровый, там, фрик, и за ним следят люди, тоже, это, по факту, тоже, людям, короче, спонсорам, это будет интересно. Сейчас все начнут татухами забиваться, и синтол все вкачать. Он сказал, фрик, участвовал ли в голых фотосессиях? Я не буду там, знаешь, когда вот, говорят там, ой, да не спрашивайте, какая разница, что я отвечу, я так говорить не буду, я скажу, нет, не участвовал. То есть, я не буду рассказывать, ходить вокруг да около, ну, прямо, ну, нет. Это, я не знаю, почему? Предложение хорошее, тебе платят 1000 евро, и говорят, 1200, 1200 евро за одну фотосессию, фотосессия займет у тебя, ну, часа 3-4, допустим, за 4 часа, окей, пусть полдня, ты потратишь полдня, приедешь, тебя голову отфоткают, уедешь, 1200 у тебя в кармане, об этом никто не узнает, почему нет? Знаешь, мне больше нравится, когда танки продают и получают миллионы, это более интересный заработок, знаешь, это тоже вроде бы хорошо, ну, просто как это надо уметь, ну, вот, ты же качаешься не просто так, а для того, чтобы было эстетическое наслаждение, ну, вот человеку приносит эстетическое наслаждение твое тело, он, наверное, сейчас будет смотреть и думать, я, наверное, федик, я не федик, ребят, ну, просто, ну, реально, правда, интересно, нет, ну, правда, интересно, но, почему нет? у каждого человека свои ценности, ну, меня просто всегда поражает, я, когда узнаю, кто какой-то мой знакомый где-то чем-то таким занимался, там, на камеру что-то делать, что-то еще, мне сразу человек отправляет в глазах, я, ну, я не знаю, ну, до чего должна довести жизнь, чтобы этим заняться, ну, у него что, ребенок голодает, или что, ну, я просто других вариантов не знаю, какие могут к этому привести, типа, ну, что еще может быть, или ты айфон себе не можешь купить, ну, то есть у людей должны быть какие-то ценности определенные, у кого их вот нету, или, на мой взгляд, они неправильные, может, на их взгляд, это правильно, на мой взгляд, они неправильные, но, они этим занимаются, то есть для меня, я считаю, ну, деньги, это не все в жизни, поэтому, погнался за деньгами, извините, лучше зарабатывать реально любимым делом, и, ну, я чуть дольше по работе поварюсь в том, что я чем занимаюсь, и буду зарабатывать просто по-другому. Ты выступаешь под эгидой Айфби, Ярослав Верба, Юра Сологуб, и многие другие атлеты перешли с Айфби в ЮБПФ, почему ты остался в Айфби? Той зимой, перед тем, как Ярик собирался выступать, мы с ним вели эту дискуссию, он говорил про Айфби, как все хорошо в Айфби, типа, насколько там все круто, насколько лучше, чем в Айфби, я слушал, у меня как бы сердце лежит к Айфби, но здравый смысл тоже, как бы склоняясь чаши листов к Айфби, объективно. У меня все ребята, которых я готовил на тогда, а сейчас на осень получается, они уже почти все выступали в Айфби, я как тренер от себя говорил, ребята, выступайте где хотите, потому что мое дело вас подготовить, а выбор этот я мог просто посоветовать, туда или туда, я типа говорил, что там и там в принципе неплохо, но в Айфби вроде бы для спортсменов лучше условия, так я это видел по отзывам, потому что в этом я там и там не был, я был только в Айфби, я просто помню, насколько там не сильно хорошо отнеслись к моему спортсмену в Айфби один раз, это было, я не буду говорить когда, что, кто, не буду, ну, как я говорил, для меня важное человеческое отношение, и его я туда не увидел, и мне стало обидно, и поэтому, ну, так получилось, поэтому, осень, мне ребята выступают в ВВПФ, почти все, я выступал в Айфби, потому что для меня был, была галочка выступить на Арнольд, где выиграть его, потому что тогда я прилетел, и, ну, сами знаете эту историю, и тогда, когда я выиграл Арнольд, мне Дилиева сказала, что, Ирина Дилиева, наша главная судья, украинская федеральная, украинская сборная, сказала, что, вот, ты мог это сделать в прошлом году, короче, и, и когда Даймонд выиграл, и когда Арнольд выиграл, ты сказала, типа, вот, и, но при этом всем, она, это была шутка, и тот период, я почувствовал, нормальное тоже отношение, когда, вот, я не знаю, может это связано с тем, что я выигрывал, что я какой-то там, наверное, зря это все говорю на камеру, ну, на самом деле, я не видел ничего, плохого в Айфбе-бита, то есть, я видел, как хорошо относились ко мне, я там парня видел на осмотр, тоже выступать он хотел, к нему тоже, хорошо реально отнеслись, как бы, объективно там все ему рассказали, все это, то есть, я это тоже видел, то есть, в Айфбе тоже все прекрасно, сейчас, то, что там говорят, призовые, это, ну, я смотрю, вроде бы, я не скажу, что где-то больше, где-то меньше, Блад говорил, что он там выносил 20000, из Днепра, по-моему, ну, а я из Днепра, и он выносил седьмой, тогда он тоже стоил примерно столько же, то есть, по факту, Серег, спасибо тебе большое за ответы, делитесь своим мнением, о Сергея, что вы считаете, пишите в комменты, если вдруг какие-то есть вопросы, задавайте их, я думаю, Серега промониторит мои комменты, почитает, что люди пишут, а вам спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, всем пока! Хоть бы не опозориться, а? Красавчик! Спасибо! 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 Продолжение следует...